16 июля участок с разными гибридами подсолнечника, лемонгрейн и два гибрида сингенты. Слева лемонгрейн 59 580 под экспресс. Скажем так, практически уже цветет, почти полностью. Справа сингента суматра только начинает, то есть уже понятно, что суматра несколько позднее. Он зацветает, сроки посева одинаковые, предшественники тоже все одинаковые. По подсолнечнику видно уже, что по нижним листьям видно, что ему уже хочется дождя. У нас сейчас как бы достаточно тепло, 33 градуса. Несмотря на то, что дожди были до этого, тем не менее. Здесь вообще какой-то он немощный подсолнечник. Это, напоминаю, сингента суматра. Суматра. Сейчас мы сравним, как выглядит сингента суматра с сингентой Сузукой. Сейчас я дойду до границы. Это тоже, кстати, границу этих гибридов отчетливо видно, потому как растения зацветают. Да, прям видно, что не хватает уже влаги. Здесь вот как-то он поинтереснее встречается. Так, вот я пришел на границу двух гибридов. Слева суматра, справа Сузука. Ну, визуально, в принципе, не сильно отличается. По цветению тоже. Но этот Сузука несколько сильнее цветет. Те же самые проявления нехватки влаги. И сейчас у нас опять следующий гибрид начинается. Также лимонгрейн 59 580. Это Сузука. Пчелки лазают. Ладно, уже подходим к лимонгрейну. Слева Сузука, справа лимонгрейн 59 580. Более интенсивное цветение на сегодняшний день. Что можно еще отметить? Ну, по росту, по росту. В принципе, возможно, Сузука в среднем повыше. По росту повыше. Размеры листьев, в принципе, все одинаково. Немаловажный для нас момент – это заразиха. Пока ни на одном из гибридов я ее не видел. Да, Сузука немножко повыше в среднем получается. Ну, на этом, вот не знаю, видно вам будет, как Сузука выше ростом, насколько Сузука выше лимонгрейн 59 580. Скажем, сантиметров 10 повыше. Красиво цветет. Ну, на этом, наверное, больше сказать нечего. Наблюдаем дальше за этими гибридами. Посмотрим, какие результаты будут во время уборки. Скажем так, битва трех гибридов продолжается.